Алтайский край лишился первой позиции в стране по количеству психических заболеваний. Однако проблема не стала менее острой. Чаще всего пациенты обращаются за помощью с тревожными и депрессивными расстройствами. Речь идет о психических расстройствах, которые мы называем пограничные, так называем, уровень пограничный. То есть это те расстройства, которые лечатся хорошо, которые в последующем человека не беспокоят. Можно это лечить не только медикаментозно, можно это лечить и психотерапевтическими методиками, что чаще всего к чему и прибегают наши специалисты. Среди таких методик особенно важная роль отводится арт-терапия. Под руководством психолога больные рисуют, лепят из пластилина, изготавливают поделки и общаются друг с другом. По словам врачей, это позволяет им вновь вернуться к обычной жизни. Наша задача реабилитировать наших пациентов, чтобы произошла нормальная интеграция с социумом, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, потому что наши заболевания могут наносить урон как эмоциональным, так и мотивационным, так и поведенческим и когнитивным функциям. И чем более серьезное расстройство диагностировано, тем важнее терапия. Многие из пациентов посещают занятия годами и признаются, творчество действительно позволяет сделать жизнь комфортнее и помогает выйти из болезненных состояний. Благодаря нашим группам я вышла с этого состояния, и я поняла, что это реально выйти. Хотя казалось бы, на тот момент, что я просто в этом состоянии осталась. Если скучно, я могу прийти именно сюда, поговорить с кем-то, они меня могут поддержать. Ну и мне очень нравится. Здесь тоже такие же творческие ребята. Ежегодный стационар принимает свыше 4000 пациентов. Врачи говорят, если вы заметили, что с вами или вашими близкими что-то не так, не нужно бояться психиатров, ведь от ментального состояния зависит работа всего организма. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.